Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства трудозанятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Зачем создан проект «Неотложная правовая помощь предпринимательству Самарской области?» Как работает система консультационной и информационной поддержки предпринимателей, в том числе являющихся работодателями в Самарской области? Кто поможет при прохождении проверок, связанных с вопросами соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда? В нашей студии Наталья Дейч, директор государственного казенного учреждения Самарской области, информационно-консалтинговое агентство Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Наталья Ивановна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Добрый вечер. Наталья Ивановна, давайте начнем с вас. Ваша организация, ваше управление не так известно, чем оно занимается и зачем оно вообще существует и создано? Информационно-консалтинговое агентство является организацией, учреждением, входящим в систему организаций, инфраструктуры, поддержки предпринимателей, в том числе являющихся работодателями. Учреждение существует достаточно давно на территории Самарской области. Нашим учредителем является Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. И основной целью деятельности ИКОСО является консультационная и информационная поддержка предпринимателей, начинающих предпринимателей, предпринимателей, являющихся работодателями по любым вопросам, связанных с их предпринимательской деятельностью, в том числе вопросы трудового права и вопросы охраны труда. То есть, по сути дела, вы являетесь таким неким наставником от государства. То есть, ваша функция – это помогать, но не проверять? Да, совершенно верно. Наше учреждение входит в систему центров «Мой бизнес». Это новое явление, которое появилось благодаря национальному проекту по поддержке предпринимательства. И центр «Мой бизнес», равно как и ИКОСО, является точкой входа для предпринимателей, если они хотят получить разъяснение по действующему законодательству в абсолютно любой сфере их предпринимательской деятельности. То есть, все совершенно бесплатно? Да. Меры государственной поддержки, консультационная, информационная поддержка осуществляются, оказываются для работодателей, для предпринимателей на безвозмездной основе за счет средств регионального и федерального бюджета. Просто я почему спрашиваю? На самом деле, ну, как бы, всегда у нас власть все-таки ассоциируется с некими надзорными функциями и функциями, ну, налоговыми. То есть, это либо получить денег от предпринимателя, взять с него налоги, либо проверить, как он выполняет свои обязанности и наказать, если он их выполняет не очень хорошо. Соответственно, вот в данном случае это та ситуация, когда вы, наоборот, помогаете. Да, верно. Один из видов широко распространенных сейчас по всей территории Российской Федерации в Самаре, в Самарской области, активно продвигающейся, это именно консультационная поддержка, потому что благодаря получению бесплатных консультаций предприниматель, работодатель имеет возможность прояснить для себя какие-то узкие вопросы действующего законодательства, получить необходимую консультационную поддержку, получить пакет документов, если это нужно. Например, это типовые трудовые договоры, если мы ведем речь про трудовое право, либо отсылку к типовым инструкциям по охране труда, если мы обращаем свой взор на сферу охраны труда, получить разъяснение по их применению и введению в работу, соответственно, тому сегменту бизнеса, где у нас предприниматель или работодатель функционирует, либо получить проверку тех локальных актов, которые уже у него приняты на соответствие действующему законодательству. А как устроена вот эта вот система консультационной и информационной поддержки? То есть вот предприниматели, в том числе, которые являются работодателями, то есть в практической плоскости, вот это как выглядит? Мы сегодня максимально комфортным видим механизм получения мер государственной поддержки и делаем все для того, чтобы это было удобно для предпринимателя, для работодателя или даже для физлица, который только планирует зарегистрироваться как предприниматель и впоследствии, допустим, осуществлять наим сотрудников. Как я уже сказала, существуют центры «Мой бизнес» и информационно-консалтинговое агентство расположено на площадке центра «Мой бизнес». Это единое окно входа с присутствием окна МФЦ для бизнеса на нашей площадке. МФЦ – это многофункциональный центр, одно из подразделений которого занимается вопросами взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и иными организационно-правовыми формами бизнеса по официальной государственной регистрации, допустим, данных предпринимателей, либо по внесению изменений в уставные документы и так далее. То есть те услуги, которые требуют государственной поддержки и фиксации. И в Самаре существует сегодня два центра «Мой бизнес», один из них городской, он расположен в бизнес-инкубаторе, главное, три. В мае открылся региональный крупный центр «Мой бизнес» «Молодогвардейская-211» и предприниматель, либо представитель предпринимателя, работодателя, допустим, сотрудник кадровой службы или специалист по охране труда, он может прийти очно в офис по адресу «Молодогвардейская-211» и получить там устную консультацию в режиме реального времени. Нам можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 300 63 63. Это горячая линия консультационной поддержки, курируемая Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Нам можно написать либо через социальные сети, единый аккаунт мер господдержки «Мой бизнес-63» во всех социальных сетях, есть портал мер государственной поддержки с таким же точно адресом «мой бизнес-63.ру». Там есть форма обратной связи, где представитель предпринимателя, работодатель может написать запрос на консультацию, приложив необходимые документы, прикрепив их файлами и указав, каким удобным способом с ним можно связаться, для того чтобы дать ему ответ – телефонный разговор либо e-mail. То есть таким образом вы готовы в любой момент, в рабочее время, именно помочь в том числе в части выстраивания взаимоотношений работодателя и работника. Я правильно понимаю? Да, верно. В том числе в части регулирования трудовых правоотношений между работником и работодателем мы можем вести речь и о проверке на соответствие законодательства трудового договора, либо типового трудового договора для микропредприятий, потому что там есть упрощенная форма, которая в том числе может включать в себя нормы по охране труда. То есть если у нас микропредприятие у работодателя, то нет необходимости разрабатывать большой полноценный пакет локальных актов, и можно определенные нормы включить в текст трудового договора. Мы можем подсказать и дать формы этих документов для дальнейшего использования. Мир Владимирович, на ваш взгляд, это, скажем так, не пересекаются функции? То есть это дополняете вы друг друга или вы где-то пересекаетесь? Дело в том, что мы уже много лет работаем в тесной связке с ИКСО, организуем совместные мероприятия, участвуем в том числе в их работе, в их деятельности. Поэтому это, так скажем, функции немного и пересекаются, и взаимодополняют друг друга. То есть, опять-таки, мы работаем в тесной связке, как я уже говорил. А вот в этой ситуации и в отношениях работник и предприниматель вы на чьей стороне, если так можно выразиться? Потому что ведь, ну, понятно, каждый вот в этой системе старается себя максимально застраховать. То есть работодатель, нанимая работника, особенно того, кого он не очень хорошо знает, он где-то его побаивается в душе по понятным причинам. А вдруг это, ну, не очень хороший работник, а, допустим, что с ним потом делать, если он окажется плохим работником? А работник, когда приходит устраиваться на работу, боится, что работодатель к нему тоже будет относиться, ну, не очень хорошо, где-то, может быть, его обманет, заставит работать больше, чем предполагалось, или заплатит меньше, чем предполагалось. То есть, ну, это, в общем, классика на самом деле, противоречия между трудом и капиталом, как говорил когда-то господин Карл Маркс, так вот, в этой ситуации, вот в этой сложной, на самом деле, ситуации, вот вы-то где находитесь, с чьей стороны? Ну, сразу говорим, что мы не стоим ни на чьей стороне, потому что мы не контрольные надзорные органы. Мы те, кто помогают, тем, кто, в первую очередь, разъясняют, как необходимо поступать в той или иной ситуации. Потому что, как вы правильно сказали, иногда бывают ситуации, когда действительно виноват работодатель. Где-то он нарушает требования трудового законодательства. Бывает. Я вам даже скажу больше того, я знаю множество примеров, там, когда людей берут на испытательный срок, они работают активно 2-3 месяца, потом их увольняют. Ну, то есть, это вот, даже целые сайты существуют в сети интернет, где люди сообщают данные вот таких плохих работодателей, есть такой термин. Да, такие истории, к сожалению, случаются. Работодатели бывают разные, бывают и хорошие, условно говоря, бывают и плохие работодатели. Поэтому, опять, каждой конкретной ситуации нужно, соответственно, разбираться. Бывают, наоборот, работники, которые вместо того, чтобы работать, занимаются, ну, так скажем, неправильными действиями. Они, наоборот, как бы, дестабилизируют работу организации, пишут многочисленные жалобы, ну, зачастую совершенно необоснованные. Очень часто мы столкнемся с жалобами по той тематике, что работник официально не хочет трудоустраиваться к работодателю, работает неофициально. Потом обращается за отстаиваемых своих прав, что сделать довольно-таки сложно бывает, потому что, опять-таки, факта трудовых отношений, ну, по сути, здесь нет как такового. Тоже доказать бывает, ну, довольно-таки сложно. Поэтому мы разбираемся в каждой конкретной ситуации досконально и даем, соответственно, практические советы, как необходимо поступать в дальнейшем. Причем, как Наталья Ивановна уже говорила о том, что мы не только, собственно говоря, объясняем, кто прав, кто виноват, но еще, соответственно, можем подготавливать и практические вещи, то есть сделать ссылки на мотивную правую базу, давать образцы документов. Ну, конечно же, мы не будем, собственно говоря, осуществлять функции специалистов по охране труда, кадровых работников, бухгалтеров, но, опять-таки, подсказать, наставить на путь истинный – это и есть наши, собственно говоря, функции. То есть на аутсорсинг, конечно, невозможно взять, то есть заставить вас работать вместо предпринимателя, но это, конечно, скажем так, не совсем правильно. Да, ну, это, во-первых, не наши функции, но, во-вторых, я думаю, что всем понятно, что если не углубиться в конкретику, то есть не углубиться полностью в реалии организации, то со стороны работать все равно не получится. То есть это должны заниматься именно штатные специалисты, которые должны быть в штате конкретной организации. Есть такая вещь, вы хотели что-то сказать, Наталья Ивановна? Да, я, возможно, хотела бы еще добавить о том, что одной из задач КОСО является в том числе повышение правовой грамотности тех, кто заходит в бизнес, в том числе в статусе работодателя. И мы на регулярной основе проводим по всей территории Самарской области выездные мероприятия через администрации соответствующих муниципальных образований по разъяснениям норм трудового права, норм охраны труда, для того, чтобы у предпринимателя, когда он задумывается о отношениях в сфере найма персонала, было четкое понимание, каким образом с нуля выстроить свою систему документа оборота так, чтобы со стороны контрольно-надзорных органов было как можно меньше вопросов. Вот если говорить о вопросах, как раз вы мой вопрос-то и предвосхитили, извиняюсь за тавтологию. Проверки такая важная, неизбежная, к сожалению, ну или, к счастью, она, наверное, нужна, эта вещь. Вот когда происходят проверки, можно ли к вам обращаться, к вам, к вам, то есть и в каких случаях, как вы можете помочь, чем вы можете помочь, благодаря чему вы можете помочь? ИКОСО уже очень много лет является в Самарской области оператором проекта «Неотложная правовая помощь малому предпринимательству Самарской области». Что это такое? Давайте тогда для начала расскажем, что это такое. Суть этого проекта, его цель заключается в том, чтобы предприниматель, у которого нет возможности иметь в штате юриста профессионального, который будет обеспечивать процесс прохождения проверок, имел возможность получить заключение юридическое по вопросам, в том числе обоснованности проведения проверки, то есть корректно ли контрольно-надзорные органы запрашивают у предпринимателя пакет документов, имеют ли они на это право. Мы имеем возможность дать юридическое заключение на вынесенное постановление в случае, если контрольно-надзорные органы выявили какое-то правонарушение. То есть мы можем отсмотреть не только правомерность вынесения этого правонарушения, например, соблюдение процедуры наложения административного взыскания, потому что ее несоблюдение является одним из оснований для обжалования. Мы рассматриваем вопрос о мере пресечения, то есть о штрафе, наложенном на предпринимателя, и можем подсказать с точки зрения анализа кодекса об административных правонарушениях, есть ли возможность обжаловать наложенное постановление. Если мы такой вариант видим, то мы готовим предпринимателю либо исковое заявление, либо иные виды документов, которые требуются по конкретному вполне случаю контрольно-надзорного мероприятия, для предоставления их в суд. Безусловно, мы не можем говорить о том, какое решение будет принято в ходе судебного заседания. Это сфера действия судебной власти. Но помочь подготовить пакет документов для предпринимателя, особенно для предпринимателя, у которого нет юриста, который компетентен это сделать, это в том числе функционал сотрудников информационно-консалтингового агентства. У меня сразу тогда возникает несколько вопросов. Вопрос первый. А саму по себе проверку вы можете понять, она законна или не законна, она правовая или не правовая? Потому что ведь у нас желающих провести проверку достаточно много. Да, мы априори исходим, конечно, из того, что если проверка была проведена у контрольно-надзорных органов, были на то соответствующие основания. Если мы говорим про проверки в сфере трудового права, как правило, они у нас происходят со стороны инспекции по труду либо прокуратуры, то тут важно понимать, кто является инициатором проверки. Если она, пожалуй, работника, который считает, что его права нарушены, то это одна ситуация по предоставлению документов в рамках этой проверки. Если эта проверка включена в план мероприятий на 2021 год или вот сейчас предстоит план проверок на 2022 год, и предприниматель находится в реестре проверок, который размещен на сайте Генеральной прокуратуры, то здесь говорить о том, что проверка проведена без оснований, невозможно, поскольку это плановая проверка, утвержденная на федеральном уровне. То есть все зависит от уровня и от инициатора проверки. В суд представители вашей уважаемой организации могут пойти? Потому что, ну, раз они помогли подготовить документы, логично предположить, что они могут сходить и в суд. Нет, мы не осуществляем функции представителя, работодателя или предпринимателя, если это нетрудовое право в суде, в связи с тем, что это, как правило, очень длительный процесс и нужен отдельно закрепленный юрист за каждым предпринимателем. То есть наш функционал не позволяет так широко представлять интересы предпринимателей, но мы многое можем сделать в смысле подготовки предпринимателя к суду именно на этапе досудебного документа оборота. А в качестве эксперта в суде выступить тоже невозможно? Тоже нет, потому что это требует соответствующих документов у эксперта, который выступает в суде. Нет, у нас сотрудники КОСО, их основной функционал – это именно консультационная и правовая поддержка на разных этапах. Дмитрий Владимирович, а вот ваш департамент каким образом тогда в этом участвует? И какое отношение имеет? Ну, мы оказываем также помощь работодателям, но у нас единственное, что более такая узкоспециализированная тематика – это все-таки охрана труда и трудовые отношения. В случае, если к нам обращаются работодатели за помощью, за поддержкой, мы проводим так называемые либо выездные, либо дистанционные изучения в состоянии условий труда в организации. По итогам этого изучения направляется специалист, то есть курирующий данную организацию, и, соответственно, он изучает, каковы условия труда в данной организации. Это и документарные, то есть какие документации есть у работодателя, это инструкция, положение, программа, еще довольно много таких документов, которые должны быть. Ну и, собственно говоря, визуальный осмотр, опять-таки, если это производится выезд, собственно говоря, в организацию. По итогам этого работодателя выдается заключение по результатам изучения состояния условий охраны труда, где даются рекомендации. Ну, поскольку мы неконтрольный орган, соответственно, обязывать выполнять наши рекомендации, мы, к сожалению, не имеем такого права, но, опять-таки, получается, у работодателя есть так называемый план, что ему необходимо сделать, он видит, какие у него проблемные моменты. В этом же документе у него есть ссылка на мотивы права и акты, то есть на основании чего, то есть это то, что не то, что специалист сам придумал, ему так хочется, чтобы это было. Это конкретные требования трудового законодательства, либо трудового кодекса, либо каких-то законов, подзаконных актов, которые у нас существуют в большом количестве. Ну и, собственно говоря, у него получается такой алгоритм действий, как ему исправлять выявленные у него недостатки. Сразу скажу, что данное заключение остается только у нас и у руководителя данной организации. Мы их не направляем в какие-то контрольные органы, чего многие у нас работодатели боятся, что мы призовем специалист, а вот, соответственно, станет известно, накопает, передаст проверяющим, ну и, соответственно, будут какие-то санкции предприняты. Конечно, если на лицо будет вопиющий факт, который угрожает жизни и здоровью работников, но если мы видим, там люди работают в колодце без средств защиты, мы, конечно, сначала, соответственно, даем знать работодателю, он не реагирует, соответственно, мы обязаны, собственно говоря, поставить в известность соответствующие службы, чтобы данные работы приостановить. Ну, если, соответственно, жизни и здоровью работников это не угрожает, ну, соответственно, мы просто даем рекомендации, ну, а работодатель уже вправе сам принимать решение о том, как ему прислушиваться, не прислушиваться. Ну, конечно, все риски мы тоже ему обозначаем. Я правильно понимаю, что в этой ситуации вы, по сути дела, проводите такой аудит, если говорить бухгалтерским языком, предварительную проверку, и затем просто показываете человеку больные точки? Которые наверняка в случае проведения плановой или неплановой проверки контрольными органами будут, во-первых, выявлены, во-вторых, ну, за них он понесет, скорее всего, ответственность. Поэтому мы всячески рекомендуем работодателям обращаться и к нам, и к ОСО, для того, чтобы понять, где у них проблемные моменты, и, собственно говоря, к самые короткие сроки их, собственно говоря, устранить. Вы хотели что-то сказать? Ну, я, да, возможно, тут еще следует отметить, что каким бы видом государственной поддержки предприниматель не воспользовался, муниципальной поддержки, правовой поддержки, нужно не забывать о том, что ответственность за принимаемые решения, она лежит полностью на субъекте предпринимательской деятельности. Поэтому мы можем подсказать, направить, скорректировать, но прислушается ли предприниматель к тем рекомендациям, которые ему дают сотрудники разных совершенно учреждений, консультационной, информационной поддержки, это, безусловно, ответственность предпринимателя. Вот это надо очень четко понимать. То есть консалтинг консалтингом, но решение принимает он, и ответственность, конечно, лежит на нем. Вот если говорить в практической плоскости, а много вообще дел, касающихся вопросов соблюдения трудового законодательства, и требований охраны труда, насколько вот вообще большую долю это занимает вот в вашей работе? Традиционно вопросы, связанные с трудовыми правоотношениями, занимают достаточно большую долю, если мы смотрим общий объем обращений. Связано это прежде всего с тем, что сейчас идет очень активная государственная политика, направленная на легализацию теневой занятости, на официальное, в соответствии с нормами трудового кодекса, оформление трудовых отношений. То есть перевозя на простой русский язык, чтобы те, кто работают в серой зоне... Да, чтобы они легализовались, чтобы у них была белая зарплата, чтобы уровень этой зарплаты соответствовал тем минимальным государственным гарантиям, которые установлены в Трудовом кодексе. Если мы говорим про охрану труда, здесь, конечно, в большей степени идет такой баланс превентивных мер и понимание, что если их не соблюдать, то меры взыскания, а самое главное, что последствия для работников в случае несоблюдения мер охраны труда, они могут быть весьма серьезными. И работодатель, конечно, несет очень большие риски, связанные с несоблюдением положений по охране труда, которые у нас установлены государством. И наша задача со стороны правового поля показать работодателю не только те узкие места, которые у него есть в текущей деятельности, но и объяснить, какой размер штрафа, а иногда это и уголовная ответственность, если мы говорим про серьезные нарушения в сфере охраны труда, его ждут в случае пренебрежения теми нормами, которые у нас прописаны в законодательстве. А какой размер штрафа и какой срок может быть, скажем так, примерно хотя бы порядок цифр для понимания уровня ответственности? Это такой узкоспециализированный вопрос. Конечно, нужно смотреть конкретные статьи, по которым возбуждается дело. Давайте я, наверное, да. Ну, в частности, у нас есть предусмотренные специальные статьи в кодные статьи и административных правил нарушениях 5.27, 5.27.1. Ну, вот, в частности, за непроведение обучения по охране труда хотя бы одного работника на юрлицо штрафные санкции от 110 тысяч рублей. От 110 тысяч рублей. Причем за каждого необученного работника. Я услышал, то есть 10 работников от миллиона ста. Совершенно верно, да. То же самое касается медицинских осмотров. Ну, и самые у нас серьезные штрафные санкции – это за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Там уже от 130 тысяч рублей начинаются штрафные санкции. За каждого человека или в тем? Здесь в совокупности идет. В совокупности, да. Ну, опять-таки, нужно каждую конкретную ситуацию рассматривать отдельно, потому что бывает, ну, не обеспечили перчатками трикотажными, да, при уборке мусора. Это одна ситуация. Там штрафные санкции будут значительно ниже. А если же мы не обеспечиваем людей, которые залезают в колодцы респираторикой, то есть кислородными баллонами, масками, противогазами, ну, тут уже прямая, собственно говоря, причинно-следственная связь между летальными последствиями. Возможными, да. Возможными летальными последствиями. Тут уже штрафные санкции будут огромные. Кроме того, не забываем про 143-ю статью Уголовного кодекса, за которую предусмотрены реальные сроки. И, собственно, с каждым днем у нас таких ситуаций, когда у нас руководители организации, ответственные за проведение работ, иногда и специалисты по охране труда тоже получают, в том числе, и реальные сроки, там, от двух лет, ну, и, соответственно, идут уже в зависимости от количества пострадавших, со степени вины. Ну, тут и смягчающие обстоятельства, конечно, бывает. Но, как я повторю, еще сроки и штрафы, они очень реальны. Ну, и поэтому лучше всего это всего избежать, то есть сделать так, чтобы все у тебя было нормально, чтобы все работало, и все работали, получали заработную плату, получали прибыль, и, собственно, никаких проблем не было. Да, ну, тем более, как показывает наш опыт, то есть вопрос, в частности, охраны труда, это 80% желания, то есть бумажная работа, работа с людьми, опять-таки, проведение тех же самых инструктажей не требует никаких финансовых затрат. То есть, опять, контроль за состоянием условий охраны труда, то есть следить за своими работниками, тоже не требует финансовых затрат. И 20% где-то денежных средств. Поэтому, ну, хотя бы вот этот минимум, который зависит от работодателя, да, мы понимаем, что сейчас сложные условия финансовые в том числе, то есть денег очень мало у работодателей, но хотя бы минимум провести, это довольно-таки несложно. А для того, чтобы понять, каков этот минимум, мы всегда и рекомендуем обращаться в нашу службу, в информационно-консалтинговое агентство, мы всегда вам поможем, расскажем, и наставим, так называемый, на путь истинный. – Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я вспомнил старую восточную мудрость, каплю предосторожности стоит рек лекарств. Вот, наверное, на этом надо и поставить точку, или многоточие. Спасибо за беседу. Напоминаю, в нашей студии были Наталья Дэч, директор государственного казенного учреждения Самарской области, информационно-консалтинговое агентство Самарской области, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин